друзья привет ну короче говоря я наверное как и многие фанаты бокса стал сегодня с утра пораньше чтобы посмотреть то к чему готовился так долго то что так долго ждал 8 короче проснулся если не в 5 часов утра то что что было задекларировано сначала я конечно понимал что нам будут разогревочные бои все такое вот и ну никак не думал что так поздно все начнется прям вообще капец как долго пришлось ждать вот ну ладно зато сделать разминку дыхание все такое ну и наконец долгожданный бой вообще мне понравилось какой форме оба бойца подошли к теме к обе легенды нормально подошли к вопросу хорошего что физическую форму тайсон сильно схуднул джонс немножко поднабрал есть у него лишка жирка но в кондициях да то есть у тайсон там с джонсом разница была большая конечно но оба в супертяжах супертяжа там сколько девяносто три с половиной девяносто два с половиной я уже не помню в общем короче все нормально там уже нормальные кондиции оба достойно выглядели внешне очень мне тренировки понравились и того и другого как это все происходило в общем ждал я ждал большого зрелища вообще хотелось видеть и что я могу сказать начну с конца первое честно говоря я не понял что в самом конце произошло кто остался чем недоволен хотя можно остаться недовольным было и с той и с другой стороны очень даже запросто вот но тот самый случай когда можно реально сказать что ничья как ее задекларировали ну реально вот можно сказать что ничья то есть можно конечно долго говорить по поводу того что нет не было ничьи там тайсон был убедительней для меня вот тайсон был убедительный но если посмотреть вот как они свои боксировали оба были на высоте джонс выбрал для себя сам стратегию правильную единственное что непонятно смогли ли бойцы или захотели ли а показать то на что они способны и реализовали ли то что надо во время подготовки тайсона мы что видели что тайсон дубасит лапы просто жесть как вообще то есть перемещался как в молодости можно сказать мощно работал где была эта мощь в этом поединке вы скажете что джонс так умело вязал его да нет тайсона не остановила бы это у него конечно я понимаю что 55 лет все такое но не джонсу сам связать вас на тайсона в клинче и не такие пытались и мощь у тайсона большая и ударная в том числе я не увидел честно говоря не ударные мощи не желание в клинче работать очень жестко ни одного апперкота в голову то есть переводы чем сам славился все время тайсон когда он делал нас перевод корпус на перкот в голову он ни разу этого не сделал это его фирменная фишка была когда вы клинче вы вязать начинали он бил по корпусу и тут же поднимал апперкот вверх он даже не пытался этого сделать но это мне непонятно совершенно он были возможности в клинче бить не настолько жестко и вывязал джонс и он мог оттуда выйти и вообще мне показалось что он ни разу не попытался ударить действительно сильно роль джонс и конечно такие слухи про то что бойцам запретили бить нокаутирующими ударами вот мне я сначала конечно подумал что это полный ну фигня когда услышал это два или три дня назад но посмотрев этот бой меня и сложилось в впечатлении что они ну реально и не хотели друг друга бить сильно то есть вот в этом плане проскользнула тема договорничка не по мне понравилось как тайсон скачал маятник он что тренировал он то и показал свои сайдстепы свои циркули там уходы все нормально джонс попытался продемонстрировать свои коронные фишечки но в общем короче они на публику поработали а показав то что от них ожидала публика но на самом деле это не вот в этой вот визуализации и чисто формы мы хотели там увидеть потому что и джонс работал на лапах с огромной скоростью такую темповку ну выдал один раз наверное за весь бой а мог бы понимаете я конечно не говорю что кто-то мог бы там победить если бы тайсон выключил бы свою мощь то он бы там 100 процентов выиграл а если бы джонс выключил бы свою полную скорость и комбинаторику может он бы выиграл вопрос в том что они этого не показали мне действительно сложилось вопечатление что сдерживались оба реально ну тогда непонятно в конце вот это вот что такое было когда тайсон заявил что ну типа он первый если я правильно понял то что говорилось объявили ничью и в ринге две руки не подняли потом он что-то ушел на самом деле конечно я могу допустить что это такое демонстрация некой скандальности что ли показать что вот типа вот так вот это все что ждите продолжение банкета может и так ребята зарабатывают деньги показывают шоу но если честно сказать я респектую им обоим но на мой взгляд шоу не очень получилось не очень потому что в некоторые моменты прямо было видно как оба бойца сдерживаются топчутся замедляются там где-то не делать не бьют сильно там где реально можно было вложить внутриктор написал как сказали майк как сказал майк бокса ради мира турне все доходы которые пойдут на благотворительность но это понятно что бокс ради мира чем помешало бы на благотворительность отдать все средства если бы они бы поработали ну или понимаете какая штука но тогда не нужно было самого начала говорить что будет этот сам серьезный и так из него сделали не совсем серьезную вещь когда заявили что будут раунды по две минуты вот этим вот сказать им сразу немножко тему сбили до делаем скидку на возраст людям это безусловно но вот этим градус сразу был сбит когда сам сказали что будут раунды по две минуты хотя рой джонс внешне возмущался заявлял активно там что дайте нам по три минуты я вообще можно по всякому то расценивать что типа повозмущался типа мы не виноваты это все боксерская комиссия там атлетическая тайсон тоже сказал что типа я не знаю зачем они это делают но я вынужден сочетаться с этим то есть они показали что мы бы там и по три ба раунда подрались с другой стороны может быть рой говорил так потому что ему на самом деле может быть длинные раунды были выгодны бы под конец если бы он бы первые раунды с тайсона содержал почему потому что он рассчитывал на свою большую физическую форму лучшую то есть на выносливость мы и самого начала он начал реализовывать эту концепцию связывая тайсона с другой стороны вот тоже понимаете вроде не показали не реализовали мощь дать не реализовал мощь свою с другой стороны стал бы вязать бы его бы рой джонс если бы они с самого начала договорились что тайсон и не будет вот дубасить ну пубоксировали бы и все понимаете то есть поэтому такой вот дуализм присутствует что с одной стороны бойцы не показали все что могли договорились что не реализуют все свои это потенции вот но в рамках этой договоренности они поиграли и наиграли на ничью то есть вот реально можно сказать что если они договорились поиграть без сценария кто выиграет кто победит там у кого больше пачкам получится я хочу сказать что возмущаться нечего если тайсоном были приняты такие правила игры и джонсом и при такие правила игры то оба они наиграли на ничью реально другой вопрос в том что такая вот игра несмотря на эту концовку что типа тайсон ну возмутился там что типа лучше там и все ну я говорю типа ждите продолжение банкета не будет продолжение банкет все и и вообще если не дай бог это был не договоренный бой то я на самом деле даже немножко расстроен мне бы лучше было бы если бы они действительно договорились друг другу и не метелить и вот так вот бой провели и все сделали одноразовое шоу там так и заявили что бой никогда больше не повторится пятое-десятое и все замечательно чем если бы они бы действительно бы вышли боксировать оба серьезно почему потому что если они боксировали оба серьезно вот то что это было это конечно намного лучше чем многие боксеры молодые боксируют но это показывает о том что все-таки 55 лет это все это мертвая зона это при всем при том что оба бойца готовились очень серьезно оба на стероидах это вне всяких сомнений такую форму не приобрести на сама тропине скорее всего то есть они фактически свое тело превратили в тело более молодых людей лет на 10 на 15 моложе так работают вся эта гормональная тема и если мне кто-то скажет что там гормонов нету то я скажу вам как врач что вы сильно заблуждаетесь все это конечно на гормонах и стероидах все понятно только предположим тайсон больше сама тропин добавляла на что похудеть а рой джонс наоборот чтобы поправиться жрал такие очень тестостерон такой который на масса набор идет причем на такой не неправильный масса набора не сухой то есть такие бачка висят и все такое вот и поэтому собственно говоря вспомните форма на который выходил в сорок лет 45 месяц не понял во сколько в 45 или в 40 и нормально боксировал там точно никаких стероидов не было там дядька от своей а молодой формы и ничего не оставил такой гладенький толстячок и все такое прочее и и нормально боксировал причем боксировал действительно на полную катушку и по полному сам серьезу поэтому эти ребята с современными технологиями нормально подготовившись если бы это не боксировали в полную то я расстроен но я уверен вот не знаю чем это базируется уверенность нет верю вернее так не уверен но верю в то что все-таки это была такая договоренность не метелиться сохранить друг другу сам здоровье тем более не планируется продолжение не видя реванш ничего как заявили что это последний бой хотя непонятно могли бы реально красиво просто друг другу руки пожать не уходить дождаться объявления о результатах и все такое хотя на самом деле с самого начала были что результаты не будут объявляться ну то есть я немножко не понял сам схему потому что очень много валуев болтал всякой чем чухни ну вот лучше бы тогда бы оставили вы просто без комментариев чтобы на английском можно было все послушать и вообще понять что происходило потому что я немножко не втащил что там со мной произошло ну в общем я резюмирую а вы если напишите что-нибудь я обязательно почитаю потому что мне интересно выскажу свое имхо респектую первое первое респектую обоим оба подошли к бою в отличной физической форме это раз с прекрасными кондициями с прекрасной тактико-технической с подготовкой которую можно было видеть на их тренировках мы конечно не видели как они работали своими спарринг партнерами но работа на лапах выпечатляла но учитывая то что мы конечно понимаем как они в молодости боксировали то все нормально ну то есть форма хорошая техника хорошая отстояли оба кстати нормально вполне хоть и там говорили что они дышали тяжело нормально отстояли восемь раундов хоть и по две минуты все то есть я думаю что были бы по три минуты раунда они бы тоже подстояли бы просто по-другому выстроили бы сам схему поединка вот что касается того показали ли они что то я думаю что они показали того что могли бы потому что договорились не показывать то есть пытаясь не мочить как говорится в полный контакт потому что было совершенно понятно что были моменты когда мог быть один другой и не применили свои конкретные фишки я говорю еще раз говорю тайсон не применил свои эти переводы с корпуса на голову на перкот по корпусу и на перкот перевод ни разу это и вообще воронка вот что касается если это была договоренность это была игра то то закономерно вполне абсолютно ничья потому что наиграли четко на ничью поэтому на остальное на все глаза закрываю хочу уверить то что это была игра потому что если это не игра то это разочарование вот так вот да ну и кстати для тех кто для адептов традиционных боевых искусств я очередной раз ужалю чуть-чуть которые скажут потому что я знаю это я уже читаю сейчас мне расскажут а вот видите вот она доказательство того что спорт это значит вот все это финал фигня это все а вот традиционные боевые искусства там до 100 лет можно там все такое прочее я хочу сказать что если они будут дальше заниматься то и тайсон и джонс дальше продолжать они до 70 лет смогут боксировать и двигаться довольно лучше чем их сам сверстники намного вот 70 лет с палочкой ходить будет они смогут быть быстрыми ловкими соточными с движениями и все замечательно ровно так же как и в традиционных боевых искусств только отличие будет в том что они реально смогут бить и они прошли школу большую подготовки реальных контактных боев а те кто этого не проходил они могут конечно всеми стиле ловко далеко не все руками ногами махать со смогут кто-то становится такими телепузиками которые чисто функционеры только то что не пояса черные носит ни о чем вообще не говорит кроме того что они долгое время трутся в этой теме и ходит в белые доги вот больше ни о чем а эти вот показывают что они реально могут понимаете выйти вот так-то сделать я кстати и на традиционщиков особо катить бочку не буду у них есть чемпионаты для ветеранов видел пару раз вот там можно тоже посмотреть и сказать тоже вот ребят 70 и 80 лет совсем не то что было в 25 и 30 даже еще и похуже чем у этих зачастую понимаете и в 55 даже и 60 так что друзья мои возраст конечно свое забирает и там начинает работать уже не силы и скорость а опыт и наработки так вот опыт и наработки есть у тех кто в этот опыт добывал и зарабатывал эти наработки понимаете то есть тот кто их не нарабатывал не участвовал в поединках в молодости и не наработал свой опыт он его не наработает и после 50 там с 50 до 70 этого не произойдет никак откуда он появится ниоткуда не появится только заработать его будет еще тяжелее потому что нельзя тренироваться будет и поединки проводить в том ключе как это было бы в молодости ведь а у этих все и наработки остались с ними и теперь этот опыт с ними и только остается сохранять максимально возможно хорошую форму то есть тот кто имеет бойцовский опыт в контактных спидингах ему остается сохранять хорошую форму а тут не имеет тоже остается с вами хорошую форму но опыт не приобретется поэтому из музеем опять чуть-чуть ужалю но это не сами искусство боевое традиционное ни в коем случае а методы тренировки и подготовки то есть если традиционные щеки будут спринговать контактные поединки проводить то проблем тоже не будет такие бойцы на самом деле были они есть сейчас и в традиционном карате и в кокушине вообще в карате только об этом надо помнить что этим надо заниматься потому что среди боксеров все в контакт боксируют а среди каратэ канта в контактных и свободных спаррингах участвуют далеко не все я скажу так что меньше половина из так можно сказать меньшая часть тех кто занимается каратэ вообще участвует каких-то свободных спаррингах после там не знаю 30 или 40 лет дальше начинается только одни эти кихоны ката и все такое прочее а может вообще ничего может только ношение кимоно и не более того вот так вот если бы хотя бы так бы по мешкам работали как эти ребята и по лапам можно было бы поговорить в общем вот так вот так что я остаюсь в уважении к ветеранам и буду верить в то что они могли бы сделать намного больше просто они захотели сохранить свое здоровье особенно учитывая тот факт что если все действительно пошло на был на благотворительность чего ради им было разбивать рожи нам на потеху и терять свои мозги так а так они в принципе показали что могут двигаться если захотят все пока пишите мне интересно будет что вы по этому поводу думаете салют